Реновация ЗАТО в Заполярье улучшит жилищные условия северян, прежде всего военнослужащих. О том, какие муниципалитеты обновляют благодаря масштабной программе и о дальнейшей судьбе гарнизонов в новом выпуске программы «Проще говоря», расскажет Алексей Градчиков, исполняющий обязанности министра строительства Мурманской области. В Мурманской области стартовала масштабная программа реновации ЗАТО. В каких муниципалитетах улучшат жилищные условия северян? Смысл сводится к тому, что это не только ЗАТО, которых у нас 5 всего на территории Мурманской области, но и населенные пункты с дислокацией военных формирований. Это таких 23 населенных пункта, еще дополнительно к этим 5. Всего там население в этих населенных пунктах, это порядка 150 тысяч граждан, то есть около 20% от всей жителей Мурманской области. Благоустроенные квартиры не предел. Дороги, физкультурно-оздоровительные комплексы и библиотеки. Инфраструктура гарнизонов не будет уступать столице Заполярья. Это у нас также 4 соцобъекта. У нас проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса в Гаджиево. Строительство уже будет в последующие годы. В этом году у нас только проект. Это в Никеле у нас реконструкция к Думу культуры «Восход». Он тоже в течение 3 лет реализуется. В этом году у нас там только часть, первый этап реализации этого мероприятия. И также еще два капитальных ремонта. Там библиотека у нас в населенном пункте «Спутник». И также спортивная школа тоже в «Спутнике». То есть вот эти два мероприятия, контракты в июле заключены. То есть в сроки, установленные федеральными органами, у нас все будет завершено. Снос домов, которые давно выведены из эксплуатации, дело затратное, хлопотное, но необходимое. У нас есть вообще такие подрядчики, которые занимаются сносом таких зданий? Мне кажется, это сложная работа технически. Есть у нас подрядчики, есть и местные. Но у нас сейчас вот конкретно на Александровске работает неместный подрядчик. Работает довольно быстро. И плюс ко всему он еще вовлекает во вторичный оборот эти отходы. У него дробилка мобильная, которую он перерабатывает вот в этот щебень для какой-то там вторичной отсыпки. То есть так попытались максимально безотходно это мероприятие реализовать. Смотрите новый выпуск программы «Проще говоря» в эфире телеканала и на сайте Арктик ТВ. Продолжение следует...